Станица Зеленчукская отметила 106-5 годовщину со дня образования. В этот день для жителей и гостей Станицы была подготовлена большая развлекательная программа. Юбилей Зеленчукской совпадает с престольным праздником Петра и Павла. Подробности у Али Подашева. День рождения Станицы совпадает с Днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Утро начала праздника – это литургия и крестный ход в соборе Станицы, отличающийся особой торжественностью. С участием парадно одетых казаков и множества приглашенных гостей. Жительница Зеленчукской Анна Запорожец сохраняет верность традициям своих предков и начинает престольный праздник с соборной молитвы. Просили о здравии, о здравии душевном, о здравии телесном, чтобы наши родные и близкие всегда были с нами, молились о их здравии, молились об упокоении наших умерших родственников. Ну и, конечно же, просили Господа Бога, чтобы на нашем свете наступил наконец-таки мир. Мы ходили под мирным голубым небом, чтобы быстрее завершилась специальная военная операция. С молитвой и Божьей помощью мы начинаем каждое доброе дело. Занимаемся мирным трудом, благоуставляем вам наш общий дом, или же все вместе защищаем его с оружием в руках. Вместе нам все по силам. С юбилеем станичников поздравил заместитель атамана Кубанского казачьего войска Сергей Сурма. Сейчас казаки и местные жители продолжают трудиться на благо малой родины. Свято хранят ее историю. В станице мирно живут представители разных национальностей. Все уважают язык, обычаи и традиции друг друга. Зеленчукская является административным центром района. Главное ее достояние – люди. У нас зарождено и спокоен веков. Вот эти праздники отмечать вместе. Казаки, русские поздравляют нас, скорочаются здесь. Курмам, Байрам, Ораза. И мы традиционно поздравляем с этим православным праздником Петра и Павла. После службы праздничные угощения для всех. Варистый борщ, золотистая курочка, рыба, пирожки с компотом. Затем станичники переместились в центр станицы на спортивные соревнования. Юные спортсмены мерялись силами в беге и перетягивании каната. Кстати, в последнем состязании прекрасный пол одержал уверенную победу над сильным. А чемпионом в конкурсе «Самый сильный станичник» стал выпускник Петербургской военно-космической академии Николай Петров, поднявший 24-килограммовую гирю 80 раз. Спортом занимаюсь по наставлению папы еще с класса 7-го. Спорт мне понравился, особенно тяжелоатлетический. Именно тяжелым видом спорта, как тяжелоатлетика гири, начался со второго курса, то есть в 20 лет. Вот решил попробовать в родной станице, где вырос, проявить силы, мужество и патриотизм. Также для станичников были организованы народные гуляния и праздничный концерт. Али Баташев, Ольга Савенко, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район.